Какой-нибудь пример напоследок из деятельности политбюро? Мы расследовали то, как в спорт идут криминальные, как вот на базе бывших спортсменов, нынешних спортсменов, вокруг спорта, особенно спорт и единоборств, создаются криминальные группировки. На этом я с Васей Уткиным, он же у нас начинал, мне пришлось с ним расстаться, потому что он создал колоссальную проблему. Он попросил изменить некие формулировки в его сюжете, он не убрал их, а очень-таки самонадеянные были мнения по поводу известных бывших спортсменов. Они оба уже в могиле, такой был, как его звали-то? Убили его, конечно, на Пресненском валу, Квантришвили, от Али Витальевича. И его там подельники были еще. Но это вызвало проблемы у меня. Мне пришлось с ними разбираться, потому что они очень обиделись, люди такие самонадеянные, привыкшие все решать силой. Такой был эпизод. Делали потрясающее расследование, как через Молдавию российское оружие продается. Первыми рассказали про то, как идут переговоры с Джохаром Дудаевым. Очень много мы рассказывали про это. Как чувствовали, что там начнется война. Уж не знаю, как чувствовали. Почему там остается все вооружение. Почему там отдали архив комсомольской организации. Как обошлись с Доку Завгаевым. Первым секретарем членов нгушского республиканского комитета партии. Ну, потом пригородный район война, собственно, 92-й год. Нгуши против Ассетина или Ассетина против Нгуши. Ну, много чего там было. А потом уже пошли другие времена. Уже взгляд мы возродили. В этом слоте политбюро закрылось. Там Чеченская война в основном. Тоже торговля оружием, боеприпасами, торговля гущенкой. Вся вот эта коррупция генеральская. Бензином. Бензином. Бензином.